В рамках реализации господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера выделяется почти полтора миллиарда рублей на 23-25 годы. Уже создаются торгово-логистические центры, передвижные дома и транспортные средства для оленеводов, а также производственные базы. С 2025 года подобные мероприятия будут реализованы в Республике Коми и Мурманской области. Об этом шла речь накануне в Верхней Палате Парламента на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Кстати, ключевым проектом развития Арктики стал Северный морской путь. Предусмотрено более 150 мероприятий до 2035 года. Будут построены 10 ледоколов, 14 портов и терминалов, 4 аварийно-спасательных центра МЧС. Все это позволит компаниям, резидентам арктических зон реализовать свои проекты и принести налоговые доходы. Уже сегодня фиксируется рост спроса на повышение грузопотока через порты Северного морского пути, созданные в 2020 году. Меры поддержки предпринимательской деятельности позволили привлечь инвестиции в 673 инвестпроекта, в рамках которых будет создано 38 тысяч рабочих мест. Ну, а все подробности мы выясним у одного из участников совещания, председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, который сейчас в нашей студии. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, на заседании совета обсуждали в частности вопросы развития транспортно-логистического комплекса Арктики. Мы помним и знаем, что президентом России была поставлена задача по выстраиванию новых транспортных коридоров с нашими партнерами. Как вы считаете, что для этого нужно сделать и какие перспективные проекты могут быть реализованы? Ну, вчера на прошедшем совете обсуждалось очень много вопросов, и вот очень многие вопросы, которые сейчас озвучили, они считаются очень ключевыми. И действительно, сегодня в условиях санкций, которые наложены сегодня на нашу страну, необходимость перегрузки грузов на Восток, она, конечно, стала ключевой и основной. И поэтому сегодня использование Северного морского пути, использование всех коридоров, которые сегодня есть на Восток, они становятся стратегическими. Именно вчера об этом шел разговор, и, конечно, использование и достраивание сегодня Северного широтного пути, о чем мы говорили, это Восточный полигон, это сегодня те проекты и те программы, которые уже реализуются. И мы надеемся, что в ближайшее время через Северный морской путь, то, что сегодня поставлена задача, это по 80 миллионам тонн, чтобы грузы шли по Северному морскому пути, и для этого делается очень много. Конечно, это и ледокольный флот, конечно, это и очень важно, это логистические центры, это обустроенные глубоководные порты, которые сегодня просто необходимы для того, чтобы груз доставлять и прибытие в порт, строительство каботажного флота, необходимого сегодня для завоза груза внутреннюю часть Российской Федерации. Это те вопросы, которые обсуждались. И, конечно, очень важно, что именно Северный морской путь является сегодня одним из тех ключевых вопросов, которые позволят сегодня решать эти проблемы. Андрей Анатольевич, одним из важнейших вопросов является обеспечение мобильности населения арктических территорий. Конечно, особенно волнует живущих людей высокая стоимость на местные перелеты, авиаперелеты. Какие меры, по-вашему, необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить все-таки активность, мобильность жителей Арктики? Мобильность – это сегодня 11 ключевых вопросов, потому что, к сожалению, есть территории, северные территории Российской Федерации, где основным видом транспорта является авиация. И действительно мы говорим, что развитие этой сети, авиационной сети, внутренних перевозок, они очень важны. И, конечно, для нас очень важно, когда мы говорим о доступности. Ну, простой пример. Мы в прошлом году, в выездной заставе комитета, были в Якутии. И вот из Якутска до Тикси билет в одну сторону стоит 30 тысяч рублей. Значит, 1076 километров, если быть точным, маршрут. И в то же время из Якутска в Москву, с учетом того, что субсидированный билет стоит 7 тысяч рублей. Поэтому не у каждого сегодня субъекта есть возможность субсидировать внутренние перевозки. И мы, Совет Федерации, в целом выступал за то, чтобы выделить дополнительные средства для субсидирования внутренних перевозок. И по нашему предложению Минтранс России вносил предложение о формировании бюджета на 2023 год, на бюджетный год сумму, ну, примерно сумма где-то 7-8 миллиардов рублей. К сожалению, комиссия не поддержала эти предложения. И на сегодняшний день субсидирование осталось только на те перелеты, которые идут из этих городов в центр России. Но мы считаем, что эту работу необходимо продолжать. И мы будем настаивать на том, чтобы и в нашем постановлении, в нашем решении по заседанию вчерашнего комитета, мы эти предложения будем оставлять. Вообще, то, что касается повышения качества жизни северян, что уже сделано и что, по-вашему, предстоит сделать в ближайшее время? Ну, вот очень важно, вчера на заседании нашего сайта выступали представители, в том числе губернатор Мурманской области Чибис Андрей Владимирович. И вот на примере Мурманской области мы посмотрели, что действительно сегодня уже в этом направлении делается очень много. И это и те проекты, тот же самый арктический гектар. А мы посмотрели по заявкам, порядка 5000 заявок уже принято на арктический гектар. Более 350 получили, уже выделены по этой программе. И начинается работа. Работа будет продолжаться. Но очень важно не только создание новых рабочих мест. Есть еще сегодня очень большой запрос, это на комфортное проживание. Что это такое? Есть замечательные программы «Комфортная городская среда». И люди, которые сегодня готовы работать и жить на севере, предъявляют абсолютно нормальные требования. Но для этого необходимо, очень важно провести, ну, во-первых, я думаю, что и вчера мы обсуждали этот вопрос, сделать так называемую ревизию всех жилых помещений, которые находятся, особенно в поселках, где проживает, ну, 500, больше жителей. Таких поселков очень много. И для нас очень важно именно, чтобы в этих поселках был полный комплекс этой социальной сферы. И, конечно, школы, детские сады, спортивные залы, они должны быть обязательны. Для этого необходимо, и вчера с Минстрой мы на эту тему проговорили, мы считаем, что должны быть сделаны какие-то типовые проекты для того, чтобы субъекты, находящиеся в северной зоне, в практической зоне, не тратили сегодня деньги на разработку этих особенных проектов. Это первое. Второе, это, конечно, материалы, современные материалы для использования сегодня в строительстве. Ну и, конечно, очень важно это делать субсидированную. Сегодня мы предлагаем субсидирование сделать по расселению аварийного жилья. Вчера приводили пример, что только половину суммы, которая сегодня приходит из бюджета на переселение аварийного, покрывает те затраты, которые реальные сегодня есть по стоимости квадратного метра в этих территориях. Но в то же время мы понимаем, что если не строить новое жилье, современное, комфортное, то очень трудно будет сделать так, чтобы жители там оставались. И поэтому в этом вот плане, конечно, мы считаем, необходимо в том числе сделать и эти шаги. Вот продолжая разговор о создании комфортной городской среды, наверняка в этом вопросе необходимо взаимодействие государства и власти. Как сейчас это происходит? Есть ли уже удачные примеры вот этой совместной работы? Ну, я понимаю, о чем сейчас вопрос. Действительно, мы вчера приводили примеры. Примеры очень хорошие есть. Это компания Норникель, компания Новотек, компания Алмазы в Якутии. Это компания, которая сегодня вкладывает реальные деньги в то, чтобы... Это и отдельные объекты. Но если брать самый, конечно, пример, который хочется, чтобы так было, наверное, во многих городах, это, конечно, Норильск. Это Норникель, те деньги, которые сегодня вложены, действительно меняют полностью сегодня и облик, инфраструктуру в целом этого города. Это не только социальные объекты, которые мы говорим, это школы, это детские сады, но это и жилые дома, очень современные. Это дострой тех, что было брошено когда-то на дома, многоэтажные дома, которые в Норильске строились. Мы выезжали на площадку, смотрели, и сегодня благодаря лично контролю Валентина Ивановна Матвиенко и в целом Совету Федерации этот проект сегодня работает. И я думаю, что вот успешность этих проектов, конечно, зависит напрямую от взаимоотношения бизнеса, который должен быть заинтересован. И он заинтересован. Есть сегодня примеры, очень хорошие примеры. И сегодня мы видим тот интерес по работе с людьми для того, чтобы эти люди здесь оставались жить, чтобы они работали на этих предприятиях. Это и заработная плата, и социальный пакет, и, конечно, создание тех условий, о которых мы говорим. И эти примеры будут продолжаться. Андрей Анатольевич, а вообще какими должны быть в идеале арктические города? Ведь все-таки это особенная зона? Ну, вы знаете, мы считаем, что, во-первых, это вот даже по фасадам, по панелям, как мы говорим, это есть города, и мы это видим сегодня, примеры, когда они яркого цвета. То есть, учитывая, что даже цветовая гамма сама по себе. Второе, это, конечно, они должны быть комфортные, теплые, быстровозводимые. Сегодня то, что делается уже по быстровозводимым домам. И еще одно направление, да, это города, и еще одно вчера обсуждалась тема, очень интересная, это развитие туризма. Это вот тот пласт, который сегодня может дать и привлечение людей в эти регионы в целом, не только как туристов, но и возможность потом переселения их туда. И вчера приводились простые примеры, что те люди, которые посетили хотя бы раз сегодня север, 98% сегодня высказались за еще одно путешествие в край вечной мерзлоты, в край этого интересного очень мира. Поэтому мы считаем, что это развитие очень перспективное. И возвращающее, хочу сказать, что в Государственную Думу внесен и принят уже в первом чтении закон о северном завозе. Это очень важный закон, в котором принимали участие, кстати, и сенаторы, и многие наши поправки были приняты. И что очень важно, вот это развитие и северного морского пути, и развитие регионов, заложенные уже в этом законе. Во-первых, в этом законе впервые распределены на три категории грузы. Когда мы говорим об увеличении сегодня товарооборота и прохождении грузов, то очень важная логистическая цепочка выстраивается по категории тех грузов, которые будут проходить. Это первая категория, это, конечно, грузы, которые являются жизнеобеспеченностью для населения. Первая категория, это касается энергетики, касается ЖКХ. Вторая категория, это грузы, которые идут для государственных, муниципальных нужд, те, что не входили в первую категорию. И в третью категорию грузы, это те грузы, которые не вошли в первую, в вторую категорию. Мы считаем, что еще очень важное направление, которое, мы уверены, будет принято, и Миндаль Восток Развития внесло предложение, сделать единого оператора северного завоза на северном морском пути. Мы считаем, что эта системность позволит и увеличить грузооборот, и самое главное, не позволит, вот то, что иногда бывает до сих пор еще, чтобы регионы остались без необходимого того товара, тех грузов, которые нужны ему в эту зиму. Спасибо, Андрей Анатольевич. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор Андрей Шевченко.